жителей восточных районов города на то, что созданы неудобства по обслуживанию детского населения, медицинского обслуживания детского населения, проживающего в этом районе. К слову сказать, в этом районе проживает практически 30% детского населения всего города. Поэтому, конечно, напряженная ситуация в связи с тем, что закрыт филиалт из-за аварийности здания на 8 микрорайоне, людям приходится ездить на первичный прием к педиатрам на 4 микрорайон детской больнице, где организован общий прием. В связи с этим было обращение граждан в адрес главы Республики Орлова, он дал поручение в срочном порядке разобраться в этой ситуации и создать условия для обслуживания, амбулатурно-политическое обслуживание наших маленьких граждан. Что сделано? Мы связались с городом по подбору подходящего помещения. Сошлись на том, что город нам идет навстречу, выделяет во временное пользование помещения библиотеки во втором микрорайоне. Там будет необходимо провести определенные мероприятия, ремонт, чтобы отвечать санитарным нормам. Отвечать санитарным нормам это помещение. И в ближайшее время мы проведем все эти мероприятия, для того, чтобы ускориться, получать лицензию. Там есть у нас определенный ряд процедур. Но это все решаемо. Срок нам дан короткий, менее месяца. Мы должны до 20-го числа доложить с собой проделанную работу. Скажите, пожалуйста, естественно, необходимы будут финансовые средства. Город выделяет, да? Нет, республика будет выделять, так уже это у нас... Я имею в виду, город выделяет помещение? Город выделяет помещение, а республика выделяет средства на проведение реконструкции этого здания, которое будет в короткие сроки проведено. И я думаю, что мы в ближайшее время эти вопросы решим, так как мы в преддверии ожидаемого сезона гриппа, ВРВИ, простудных заболеваний, мы сами понимаем, что длительные переезды и концентрация, так скажем, пациентов на одном квадратном метре велика, и велика, естественно, опасность от заражения друг другом, друг друга и так далее. Вирусная инфекция. Поэтому мы должны это все сделать в краткие сроки. По другим поликлиникам никаких проблем? Все работает в штатном режиме? Все работает в штатном режиме, но проблема у нас одна. Ветхость наших материально-технических зданий, материально-технической базы, так как не все участвовали в мероприятиях модернизации, не все учреждения, они были направлены на определенные, так сказать, в области материнства детства, и другие сельские, межрайонные, и так далее, и так далее. Средств, конечно, всегда бывает мало, и те поликлинические учреждения, которые у нас в городе имеются, они частично, кто-то частично вошел в часть оборудования, в программу, а другие вошли, просто вообще не вошли. Поэтому ветхость зданий, вот это наш бич, мы сейчас ищем, мы стараемся, обращаемся вместе совместно по поручению председателя правительства республики, ищем здания подходящие, ну, понимание есть, поэтому мы работаем в этом направлении практически еженедельно. Ну, и вот, в случае, мы хотели бы спросить, строишься в поликлинике, вот, когда вообще судьба? Да, решить проблему было рассмотрено на самом высоком уровне. Во время встречи главы республики Калмыкия с нашим президентом России Владимир Владимирович Путиным, им было дано поручение своим рощерком, так скажем, пера, было дано поручение замкредприятию правительства по социалке, по социальным вопросам правительства России, о том, чтобы закончить долгострой. Работа вот она, например, не ведется, в принципе, прошли уже многие этапы, но в связи с окончанием года и вот сложности в макроэкономической ситуации, да, и в экономике в целом, ну, пока вопрос решается, он не снят с контроля. Сейчас вот буквально, я вышел от главы, сейчас этот вопрос поднимался. То есть, в любом случае, вопрос не снимается. Он практически был решен, но вот, в связи с тем, что определенные изменения произошли, сами знаете, какие-нибудь. Все. Спасибо.